Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Инквизитор-Мортир на максимальном уровне сложности. С момента предыдущего эпизода дали мне какой-то сундук и ранг послушника в определенной системе, там было 4 предмета, была печать чистоты и был меч с топором и с болтганом. Лучше бы, конечно, фиолетовый был болтган, потому что ни топор, ни меч мне не нужны. Разберем, наверное, со временем, болтган можно продать. Печать чистоты я уже заменил, то есть вот она дает нам шанс тратить атаки ближнего боя 5-7%, 9-9 очков здоровья в секунду и 3-3 ко всем сопротивлениям. Самое главное, она рейтинг силы подняла на 4 единицы. Да, с момента предыдущего эпизода я обновил винду, решил все-таки обновить ее раз в 2 года и у меня заработала внезапная вертикальная синхронизация, которая до этого не функционировала, хотя в системе она у меня была включена. И теперь, не знаю, видно, опять же не видно, раньше кадры отображали, сейчас, возможно, уже и нет, 60 фпс стало. Это, на мой взгляд, лучше, чем прыгающие, которые выше. Ну и давайте продадим болтган. Посмотрим, что тут интересного появилось, может, что-то прикупить стоит. Хорошие импланты есть, но они у нас синие, поэтому, естественно, менять мы не будем. Но, может быть, удастся скрафтить сейчас. Так, у нас получается это 71 рейтинг силы. Все остальное хуже. Главной имплант есть лучше. Но, опять же, у нас фиолетовый, а здесь зеленый. Есть чуть лучше сигнум, но менять придется на фиолетовый. Тут ничего интересного нет. Да, давайте попробуем скрафтить, может быть, имплант получится. А, у нас дело в том, что не было его. Точно, точно, точно. То есть, к сожалению, основного-то импланта здесь нет, только глазной был. Да-да-да, поэтому я не могу его заменить. То есть, либо синий покупать, либо именно, что нужно его как-то находить. У нас нет с вами очков судьбы. Я все потратил в прошлом эпизоде. И еще рано выходить на задание найти предводителя Флавия Дракена. Я хочу достичь именно вот этого уровня. И надо будет поменять броню, все-таки взять ту, которая с турелью. А не с ракетницей. Поэтому мы продолжаем с вами качаться. На картах второго уже не получится. Теперь вот только на доп-заданиях. Что у нас тут есть? Есть какая-то красная осада. 1038 уровень. Нам это не подходит, потому что осада там на время, скорее всего, все это дело будет. Давайте посмотрим. Я бы хотел бы либо красный, либо вот прям близко к красному заданию взять. Чтобы получить больше очков опыта. Ну и предмет получше. Так, интересная карта. Интересная карта. Здесь четыре укрепленные области, занятые вражескими войсками. Ваша задача — захватить все четыре полностью, очистив от врагов. А нет, вроде задания не на время. Мы уже брали с превосходством, там, по-моему, даже в 250. Правда, у врагов было спильно 30% хп. Это в картах второго была задача. Здесь хп у них будет не спилено. И у нас, ну, что-то где-то 160 превышения, чуть больше. Хотя нет, стоп, надо посчитать. Так, 980, еще 158. Ну да, короче, под 160. Следуя обычному астропатическому эхо предзнаменованию, было приказано немедленное вмешательство Ордоса, чтобы предотвратить будущее события класса Йота. Отправляйтесь в зону боевых действий и защитите назначенные узлы событий. Для отвода вражеского огня будет обеспечен достаточный запас имперских гвардеетов. А, ну тут с нами будут гвардосы вместе. Приказы захватить все узлы событий. Гроз десанник хаоса, культис хаоса, стационарное орудие, техника хаоса, демон хаоса. Ну давайте попробуем. Минус 39% к носимому урону, плюс 63 к получаемому. Кредит к аллигаре, получим 1400 почти. Шкиранга 2000, судьба 13, слава 25. И я готов рискнуть. Кстати, не так много систем осталось, у нас, которые мы можем, в общем-то, с вами использовать для прокачки. Там одна система выше нашего ранга значительно, остальные ниже. Вот только вот это вот, наше уровень. Ну да, в самом бою тоже 60 впс. Дар артилеет. Гвардейцы. Подкрепление будет бесконечное. Здесь у нас никого нет. Никого и ничего. 20 секунд между подкреплениями. И нам надо захватить все укрепленные зоны. Три раза можно проиграть. Мы не проиграем ни разу их, я надеюсь. Да, ну и оружие сменим, потому что... Мельтаган это сила. Плазмаган это... Какашка. Мельтаган это сила. Плазмаган это могила для инквизитора. Офигеть, мне тут еще и отбросили даже. Мельтаган. Убитие херетик. Надо еще привыкнуть 60 фпс Я обычно играл там примерно На 70-100 Бывал даже и больше Вроде все плавнее идет, но Кто играл на 100 и плюс фпс А потом пересаживался на 60 Разницу, я думаю, он поймет Она все-таки есть Но вертикалку не буду отключать Раз работает, значит работает Потому что раньше тоже было странно То есть система была включена Но она нифига не функционировала Точнее не в системе, а в драйвере Видеокарта Что-то они меня еще и замедляют Какой-то хренью Воу Тут надо уничтожать эти маяки Иначе по нам будут орбитуальный удар Сноситься Где они находятся Не забываем про Твою-той дивизию Такая штука может убиться Не забываем про дебафы Которые у нас сейчас навешаны Ой, ой, ой Какой-то красный бежит Какой-то дивизию Кто-то стреляет сквозь стену Что-то же такое-то Не варпа Да, и там еще У него охрана идет За нами Тихо-тихо Спокойно Какой-то мусор мешается На дороге Которую не поймешь Что можно обойти Что нельзя обойти Да, красные Крайне опасные ребята Потому что они сами по себе Ой, сумасшедшим сайки Потому что они сами по себе Тяжело убиваются Да еще с такими дебафами То есть они нас могут вообще С одного удара Чепокнуть Щит уже сняли Падла Еще более того Призывает То есть Помощи гварды попросить Куда они там вообще убегают Я не понимаю Они должны за мной бегать И охранять меня Защищать Например, один гвардейец Видите, здесь Заныкался Еще и взорвется Об этом тоже Не стоит забывать Офигеть Как заехал Все Граната И сбрил почти все хп Следуем всю карту К традиции Я, наверное, успею сделать Если такие будут Непростые миссии По Уровню сложности Только два задания Посмотрим По-моему, там больше красных-то и не было Остались только желтые На желтые мы пройдем Лол У меня позиция Захватили гвардейца Без моей помощи Вообще Ладно Пускай пацаны работают Я Не против Вон там Огромная толпа Я вижу Зеленых уже бежит Сейчас будет их еще больше Потому что Подкрепление будет выходить Еще чаще Так А нам надо Вот эту область Посмотреть Я здесь так все И не следовал Вторая позиция Находится сзади Это здесь Это маяк Которая вызывает удары Ой-ой-ой Там опять красный Красненький Ну бастенький Фак Я неудачно Забежал Там колдун Ой, сейчас по мне Еще зарядит Нет Вам здесь Нечем поживиться Бичи Ушедший Стремящийся Колдун И как меня этот Заколебал Мусор Валим 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 Отсюда Ушедший Ушедший Давайте За императора Пацаны Дайте своей жизни Во имя победы Этого парня убить Будет реально сложно Главное От нас не отстает 20 секунд Новая пачка гвардии идет Нам поможет Он хилится Быстрее Чем я его Разбираю Ой Ой У тебя тут еще и друг Друг пришел Тебе помогать Ой Ой Нет 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 Гвардейцы Гвардейцы Давайте Расстреляем его Совместными усилиями Правильно Правильно Так его Он идет ко мне Ему вообще По барабану На всех остальных Опять хилится Скотин Опять хилится Быстро Так Удар Артиллерии Два удара Сразу Заброшу Арты Давай Застрелили Просто коллективными усилиями Забадали его Здесь вроде тупик у нас Ничего интересного нету Даже не пройдешь туда Бывает Может какой-нибудь сундук засунут в угол Его на карте не видно Лучше проверить Вот видите какие-то бомжи тут бродят Да Нифига тут Нифига тут не бомжи Мой, херетик Да На красной сложности приходится напрягаться Но в основном только с красными С боссами То есть обычные По-прежнему Никаких особых затруднений Не представляю Даже без 30% Спиленного хп Как это было в картах Таро В общем-то Уверенно их разбираю Так Был у нас тут сундук Я вижу Плюс боеприпасы надо забрать У меня уже кончаются И щиты И инокуляторов мало осталось Надо поживиться Я так и не нашел Ту хрень, которая запускает А вот она Бокс-передача Которая запускает эти удары Орбитальные Все Столовиста, бэйби Орбитальных ударов Больше не будет Берем припасы Что-то они не берутся Э Эм Не понял А вот они не берутся, ребята Чувак просто разворачивается Их не берет Найс баг Отлично То есть мы останемся без Щитов Но хоть может быть И инокулятор возьмем Инокулятор Это пожалуйста А щиты Извини, чувак Не получится Может что-то надо еще разрушить Там рядом с настоящим Например, вот этот штандарт Нет, он не берет Хотите верьте, хотите нет Он просто разворачивается к ним спиной И как бы говорит, что Я не нуждаюсь, я инквизитор Мне не нужны щиты Вера Императора защищает меня Ладно, хотя бы сундук Может быть откроем, тоже хорошо будет Ну и пока мы занимаемся всеми этими Великими делами Гвардейцы продолжают сражение Активные, может быть они и второй сектор захватят Я буду только за Меньше нам работы, больше Позитива Так, опять красный Слушайте, о-о-о Там кто-то здоровый Гигантское отродье хаоса Понятно, что сейчас будет Очень потно И плюс атакуют, атакуют Отродье Упирают Огромной Лавиной Так, с мелкими разобрались Остался теперь здоровый Здоровяк Довольно жестко бьет, но по-моему здесь не пролезет Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу И на такой сложность он с одного удара Нас может, я так думаю, пригвоздить Поэтому лучше щит поставить На всякий случай я бы с удовольствием Офигеть Он как снял опять свои пулялки Так, ладно Аккуратно И с укрытия его долбить Укрытие не получится, потому что он подошел на уровень ближнего боя Пошел хилиться Хилиться мы ему не дадим Спокойно Да, красная сложность, как видите В плане боссов Очень опасная Но в общем-то от этих хреновин можно вернуться Главное видеть, как он стреляет Акустическая волна Оу, тихо Еще бы один арт-удар пригодился Ох ты Да, видеть-то я вижу только Долб от этого Увернуться не успел И сейчас будет опять хиляться Но у него не так много хп осталось Сберем Тихо-тихо-тихо Не плюсь это Там хильсти не надо, чувак Все хорошо Хп полно Жесткий парень Мне сейчас щиты, конечно, очень бы не помешали Ой-ой-ой-ой Остался последний щит Опять плюется И А, так все А, подождите Мне Че происходит Мне нравится-то миссия Но здесь вообще-то Да я понял Что вообще произошло такое То есть гвардейцы уничтожили походу еще одну точку Одну точку захватил я Хотя она на карте вообще никак не отображалась Странная миссия Но Тем не менее я заработал Свои Плюхи Но прежде чем закончить ее Мы исследуем до конца карту Как я и говорил Может быть еще какой-нибудь красный окажется здесь Красненький, но бастенький Слушай, че я сломлен Какого хрена я сломлен Я уже всех уничтожил Так Че там у нас с картой В общем-то Можно сказать, что я всю почти исследовал А, кстати, была я небольшая То есть вот этот область мы исследовали Здесь мы уже были Или не были Или не были Здесь я точно был По-моему, там мы, кстати, и не были Надо заходить В центре мы уже все исследовали Вот, видите, еще бомжи остались А бомжей оставлять нельзя А то вдруг они призовут своих братьев Слушай, если уничтожать ересток Делать это со всем тщанием Вон, видите, еще сбоку Бомжи масса Да, гвардейцы захватили еще один маяк И третий захватил уже я, получается С этим отродем Окей Гвардейцы выполнили и перевыполнили свой план Но тут есть баги Вот, например, припасы, которые не взялись Ого, тут сражение кипит У них, кстати, кредитов целая куча Вперстное оружие Но тут уже меньше 60 фпс в этой куче Показывает 54 сейчас 56 Ну да, во многие моменты Класс проседал здесь Было дело Не 60 Особенно, когда шкафы разрушаешь Он любит проседать при этом Так, а как мне здесь пройти? Могу пролезть? Могу Жирное отродье приходится По 2-3 раза в каждое попасть Вот еще, видите Боригены тут бродят Местные Гвардейцы уже Свою миссию выполнили Поэтому они не разыскивают Хаоситов мерзких Этим приходится заниматься инквизицией Десантник Альфа Легиона Спрятался Все-таки я был Или же все-таки нет Вообще отсюда начинали А, мы отсюда, кстати, начинали Это начальная локация Но вот с чего мы начали С того и пришли Выходим Было довольно легко За исключением варлока Которого еле убили Ну, с отродьем, да Пришлось немного повозиться Но В целом Ничего особенного Такой-то красной сложности Материальщики Древний механизм Болтган, кстати Который превосходит Нашу плазму Инокулятор Который превосходит наш Но при этом Как мы видим Он без хилов Поэтому его применять не будем точно Ну вот 14 минут 38 секунд Ушло на это задание Убить врагов В 181 тело Орда 46 122 обычная 10 поборники Элита 3 Так Болтган сразу меняем И часть надо Продать будет Сигнум ни о чем Болтган 883 Но все-таки До уровня задания Нам не хватает Самое главное У нас нет брони У нас нет брони Ее придется скрафтить Которая с Дурелью 109 Прямо сейчас уже скрафтить Бронич сову 105-109 Но она скорее всего Будет хуже Вот в чем проблема То есть нам надо бы Уровень поднять Для начала И купить ничего нельзя Потому что в основном Один трэш Мин дистанционной установки Это вообще мы можем заюзать Пригодится По-моему мы это можем разворачивать Так Это добро все мы продаем Наперстное оружие Всякие там Пистолеты Времеты Автоматы Нам это с вами не нужно Через 12,5 минут Обновится магазин Но мы еще успеем Одно задание выполнить Это я думаю Будет быстрее Потому что Красных заданий Больше не наблюдалось Есть оранжевый И желтый Ну давайте Попробуем Какой-нибудь Выполнить 977 Какой ранг Максимальный У нас имеется Ну вот он и максимальный Походу Больше ничего У нас и нет С тема Нейраус 3 Этим миром Правят владыки феодала Поклоняющиеся Варварской ипостаси Бога императора Основными статьями Экспорта Планеты было Мясо Рогатого скота И призывники В армию Человечество Наверное С одной целью Экспортировали Эм Ну да Одно чтобы есть А других чтобы на мясо В бой отправлять С тех пор Как на планету Прибыли имперские Подкрепления Еретикам Дворянам Приходится Прятаться Администратам Сквозь пальцы Смотрят на Трабандную Торговлю И мелкие преступления Пока всякого Кто облечен В колдовстве Бросают В очистительный Огонь Нейраус 3 Славится Своими Гладиаторскими Ямами Вот так По-моему Эту инфу не читали Поэтому Стоит Ознакомиться Крайне мере Такого я не помню 977 И кстати Здесь же задание Находится на Флаве Дракена Но без брони С турелью Там делать нечего Без ранга Соответствующего Делать нечего Потому что Ну и опять же Не буду спойлерить Сами все увидите Когда доберемся До этого задания Сами все поймете Ого Вот это карта Антиимператорские элементы Разожгли мятеж В рядах Астромилитарум Подняв на восстание Местный гарнизон Астропатическая Прекогниция Определила в этом На первый взгляд Незначительном инциденте Потенциальную опасность Для вторжения Ксеносов Приказ Успокоить ситуацию Устранив ключевых Мятежников Угроза мятежник Сационарное орудие Техника мятежника В цели Чтобы выполнить задание Ликвидировать все отмеченные На карте важные цели Ну понятно Каких-то Главных бомжей Надо убить Минус 23 кносим урону А плюс 37 К получаемому Естественно Никакую сложности Выбрать нельзя Выбирать может Либо в картах Таро Либо в основных Заданиях То есть здесь какая сложность Есть Такая и есть Ну и у нас режим вызова То есть это максималочка Поехали За орехами Надеюсь Это будет быстрее Чем первое Хотя карта По виду Вроде как Больше Но она Ведь узкая Сложно Понять Насколько она Больше или меньше Если все эти Вытянутые куски Сложить воедино Может быть Она получится Такая же Как предыдущая Была Ага Проправляем сейчас Тихо 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 Провериться Как болтган Работает Вроде работает Но Тихо 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 Но мель-то Работает Лучше Хотя Так Это у нас Прицельный Выстрел Очередь Осколочными Гранатами Может быть Постреляем И болтганом У них брони Нет особой Поэтому Пробиваются Нелегко Правда Вот Сквозь Бочки У нас уже Проблема пробить На это Есть Правда Граната Тоже Здесь число Переигрывания Ограничено То есть Три раза Мы можем Переиграть И дальше Будет Поражение А в обычных Миссиях Может переигрывать Сколько Хош Где Этих Значков Нет Причем Как удалось Выяснить Если даже Вас уронят Вы в том же Месте Поднимаете Совсем Какая-то Аркадность Для Максимальных Сложностей Выкрин Разгоняется Но Не суждено Разогнаться Да В общем-то Можно Стрелять Из Булгана Сейчас Попробуем Мельту Насколько Это Различается Желтый Чувачок Здесь Какой-то Клутой Чувачок Голварец Но Это Не он Там Скорее Всего Какой-нибудь Предводитель Мятежников Командир Мятежников Что Здесь За Опять Препятствия Которые Мешают Пройти Ну и Плюс Легко Разбирается Им на Туреле С Мультимильтами Хрен пойми Здесь Пролезать Какой-то Керный Сержант Наверное Он может Еще и Хилмутся В итоге О Неплохо Кстати Прицельный Выстрел По нему Зашел Вполне Себе Оправдывает Болтер Своё Назначение Болгар Не люблю Эти узкие Карты Хрен Пролезешь Долго Все равно Разбирает По Жирным Основно Только прицельный Выстрел Дает Ущутимый Эффект Остальные Такой Средненький Дэмоч Наносит Боеприпасики Так Один Анукулятор Остается В запасе Ну Хотя Вот Того же Быкрена Не очень Разбирается Земель Твоюшкин Матрёшка Его и Болган Та не больно Разбирает За его счета Ой Ой Ты погляди Кто там Есть Это у нас И есть цель Твою мать Лемон Рус Надеюсь Он здесь не проедет Очень Серьезная Проблема А для него Конечно Мультимильт Это самое то Вылетевые Мелкие Гамнюки Лемон Рус Лемон Рус Это плохо Более мы Не очень Та его и Дамажим Мимо Косой Кстати Он плазмой Может я думаю Пробить Нас Очень здорово Он еще разгоняется Так Назад Валим 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 Хотя нет Разбираем К чему Более или менее Нормально Ведь еще плавно Промахиваются Волтера пробивают Волтера пробивают Но Незначительно Так Этот маяк Нас скорее всего Возвратит назад Куда-то в центр Карты Давайте сначала Посмотрим Что тут есть Интересного Нам надо Ранг Поднимать Как только Мы сможем Поднять Ранг Или в магазине Пойдется Лучше предмет Чем у нас есть Либо мы сможем Скрафтить их И тем самым Набрать Такие-то 910 уровень В том числе И броня Будет тоже лучше Вот пожалуй Сундук Который На карте Ничем не отличен О Видите Что-то там Фиолетовое было Броня Разрушение К сожалению Опять Немедленное Изготовление Но это Для какого-то Предмета Интересно Как это Заюзает То есть Если мы Что-то Изготовляем Скорее всего То можно Будет Просто Давайте-ка Используем Маяк Проверим Куда он Уйдет Если мы Начнем Что-то Изготовлять Юзанем Эту штуковину И Предмет Сделается Прям Сразу Ну да Нас Перекинуло В центр Чтобы Не бежать Тихая Ловушка Вон Хотя бы Здесь Щиты Можно забрать В прошлой миссии Вообще Сундук Не открылся Сезам Откройся Сезам Отдайся И не стесняйся Фига Тут Зарбашоп Ходит Мутант Огрин Давай-давай-давай Все вместе Я вас сейчас С одного Залпа Угомоню Хочется Использовать Инокулятор Стараемся Без него Обойтись Ну и Можно Заюзать Щит Забрать Который У нас Уже Был Лишний Но половину Мы исследовали Возможно Боссы будут Разные То есть Не обязательно Что там Лемон Рус Будут Все Три Штуки Ну кстати Если будет И Лемон Рус Это хорошо Мы его Разбираем Уверена Мультимельтый Что там Но проблема Так Вот Быкраина Мне Очень Не нравится Он Плохо Разбирается Любым Оружием Сейчас Еще и Перегрев Будет Своего щита Он разбирается Крайне Хреново Там Нужно Оружие Ближнего Боя Боя У нас Просто Нет Че тут Спрятался Конечно Эти Мины Хорошо Работают По мелочи По крупным Не особо Оребьют Ой Ой Два Маяка С подкреплениями Но мы Не дали Состояться Ой Ой Сколько Там Угрин Остан Сигнум Фиолетовый Сигнум Нам пригодится Может быть Выше Нашего Паранка Кажется Итак Почти Добрались Мы До Следующего Объекта Запас Вроде По всему Имеется Точно По Твою Мать Ой 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 Разбегается Жиробас Разбегается О Хорошие Был попадание Икс Два Демеджа Короче Боеприпасов У нас Много Есть Щиты Есть И инокуляторы Инокуляторы Надо бы Пополнить Не очень Попал Был 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 Но, увы, развалить ее нельзя. И повешенных мы не сбросим. Очень много мелких, очень много порченных истребителей. И мятежных гвардейцев. Заныкался, скотина. И кто ж там у нас будет? Лемон Рус. Да, Лемон Рус, значит и третий тоже будет. Воу-воу-воу-воу. У нас осталось четыре инокулятора, между прочим. За нами едет. Сам-то он проблем особо не представляет, а вот его, это братья, которые его прикрывают, представляют. Почему, кстати, красный на карте обозначен. Особенно быкрин. Потому что этот парень не наш уровень. Далекий, бежал. Сынок. Куда побег, родной? Ну что, он остался без охраны. Теперь надо его по-бырому разобрать и... ...заняться последним. Нельзя недооценивать врага. Близко к нему подходить, кстати, нельзя, потому что... У него начинает болт расстрелять. Поехал, но далеко он тут не проедет. Хотя пробью, смотрите. Начинает тяжелая болт расстрелять и... Паш начал починку. Усиление разрушения отлично повышает дамаг на следующие пять миссий. It's good. Можно было взорвать, между прочим. Сию конструкцию рядом с ним и... ...нанести ему дополнительный урон. Такая миссия тоже, я бы не сказал, что прямо... ...сложная, терпимая уровень. Конечно, превышает наш и... ...значительно превышает. Там около сотни. Даже без всяких бафов, дебафов для противников мы спокойно... ...ну, бафов для себя, дебафов для противников мы спокойно проходим. Можно сказать, что слабо напрягаясь. Последний танк. Главное разобраться с его охраной и... ...дальше он... ...собственно говоря, наш. Можно использовать все инокуляторы, все щиты. Теперь уже... ...незначения не имеют. Так, он разгоняется. Ёпкорный бабай. Но проехать не смог. Поехал чиниться. И почти падло подчинился. В основном представляет угрозу его разгон и, конечно, плазма. С близкого расстояния еще и болтера. У нас остался один инокулятор. Так, он опять... ...сетер будет хилиться. Перегрев. Найс. Болтер его пробивает. Ну так. Средняя доля паршивости. Конечно, надо именно... ...даганом стрелять. Или мультимей. Миссия выполнена. Посмотрим. Возможно, остался еще сундук. Уберите херетика. Какой-нибудь... ...вот в том вот закутке. Черт, нет никаких сундуков. Не наблюдаю. Ну ладно, выходим. Мишан комплить. Броня хуже, чем у нас, кстати. О, то есть основной имплант. Шикарный попался. Сигнум, который превосходит наш. И этот тоже превосходит. Замечательно. Плюс еще и... ...усиление разрушений. На следующие пять заданий дает дамаг 50%. ...жаль, за очков судьбы не хватает. Для какого-то суперских заданий. Но, кстати, миссия была дольше, чем предыдущая. Еще одна бронеразрушения. Хуже. Громовой молот с кте. Кстати, он для ближнего боя. Еще лучше, чем болтган. Можно взять его. Попробовать. 29 очков здоровья за ударов. Продолжительность замедления. Заморозка. Оглушение 24. Шанс критического попадания 3.1. Тоже сигнум неплохой. Гранат с донатором. Нам не нужно. 16 минут, 17 секунд. Шло на задание. 218 убитых врагов. Орда 40. 152 обычные. 22 поборники. Элита 4. Так, надо раскидать шмот. Блант. Какой из них лучше? Они одинаковые по рейтингу сил. 88 подавления. 96 очков здоровья. Выносливость плюс 1. Я вот этот бы, наверное, взял. Больше мне нравится. Так, 889. 889. Теперь сигнум. В втором наборе смысла менять нет. Хотя. Потому что золотое. Здесь, понимаете, они не дают никаких бонусов к рейтингу силы, к общему. Поэтому смысла менять нет. Если вас устраивают дополнительные какие-то перки, то нафиг. Эта замена не нужна. А вот здесь я поменяю. Один фиолетовый надо заменить будет. Физический урон. Вот этот заменяем. 893. Мы, кстати, почти достигли ранга этого задания. Почти. А вот перс следующего достигнет еще не скоро. То есть надо еще дофига заданий выполнить. Либо еще хотя бы одну задачку решить. Так, это мы сразу забираем. Усиление разрушений. Кстати, а слушайте, мы с демиджем в 50% можем пройти это задание. Наверное, прямо сейчас. Нет, сейчас лучше все-таки не проходить, а ставить на следующее. Главное не торопиться. Так, а сесть мы всегда успеем. Физический урон 9,9. 16% для врагов. Обычных урон против десантников 9,5. 897. Если я поставлю молоток... 798. Какой-то еще и зеленый. Но болтган мне пригодился бы в той миссии, честно говоря, больше. Хотя там надо будет... Ну, там тоже по площади надо будет стрелять. С молотом я просто не успею. Стрельной все продаем. Ну, и можно заменить здесь вот этот вот сигнум, допустим, на этот вот. Но он ничего, видите, не дает по рейтингу силы. Варп урона. Навык залп. Урон против десантника хаоса 8,6. А здесь у нас термический урон. Урон навыка. Кстати, термический урон это будет очень кстати, потому что как раз на мультимильте висит. Но остальное барахло можно продать. Если мы еще одно задание выполним, то... Да, один трэш. Если мы еще одно задание выполним, то, может быть, 900 мы уже наберем. Такие. Но следующего урона все равно не будет. К сожалению, увы и ах. Думаю, что не будет. Я имею в виду урона у персонажа. Хм... А по поводу мельты. Может быть, мы сможем скрафтить что-то более серьезное. Продаем. Вороню продаем. Это молоток сюда. Остальное, так, сигнум тоже сюда. Это все продаю. Так-так-так-так-так-так. Доспех эфирного странника. Это нам не надо посох... Вирдвана. Это тоже для Псайкера. Так-так-так-так. Эфтоген, грантомет, лаз-пистолет. Ничего интересного нету, к сожалению. К сожалению, ничего интересного нет. Мультимельта. Мультимельта мы можем с вами скрафтить 209-217. Что у нас здесь есть? Из фиолетового гранатомет. Ту-ту-ту-ту, лаз-ган. Нейроимплант, тяжелый огнемет, штурмовая броня. Но штурмовая броня, опять же, вот, нафиг нам не сдалась. Она с этими прыжками, хотя... Опять же, по площади она бьет неплохо. Ну, уровень, например, такой же, как наш. То есть, толку никого не будет. Так, у нас... Мультимельта 205. 205, 209, 217 мы можем скрафтить. Ну, можем попробовать. Да, на основное оружие не пойдет. Хотя бы дополнительное. Может быть, будет помощнее, ну да. Но у него дэмэдж меньше, по-моему. 213, рейтинг силы, урон 97. Твой, ты мать, я ее не забрал. Опять у нас старая история. Если не забираешь, как мы помним... Сейчас, значит, мы будем крафтить вторую и сможем забрать сразу две. Так никто в комментах не написал. Походу, дела вообще не существует. То есть, если ты ее сразу не забрал, отсюда уже... Не, я ее ниоткуда не заберешь, пока новую не скрафтишь. Ну ладно, будет две. Может быть, это даже окажется и лучше. А, у нас две теперь уже результат заготовления. О, кстати. А у этой вот уже урон 104, так что не зря мы крафтили. Силы критического попадания 6,8. Урон подавления 11. Урон на око мельта взрыв 18%. Должен был его безобрать. Да, вот этот уже получше. Практически такой же демочек, как и у фиолетовый. 5,7% ко всему урона. Крактически попадание зато здесь выше. Ну, честно говоря... Опять же, видите, рейтинг силы здесь не имеет значения. Урон у этой выше. И 5,7% ко всему урону. Поэтому я, наверное, пока ставлю все-таки вот эту крутую мельту. Фиолетовую никто не переплюнет. Поэтому продадим. Да, кстати, писали, что что-то я тут кузницу не улучшаю. Но нафига ее улучшать-то? Ее можно улучшать... Вот, а можно и не улучшать. У нас, по-моему, все, что мы хотели, было уже улучшено. Тем более, нам не хватает для элитных улучшений очков судьбы. Да и не для элитных тоже не хватает. Так. Кузница. Все это, конечно, хорошо. Ну, зачем мне новой ячейки, допустим, производства для изготовления перековки? Нафиг не нужно. Ну, вот. Успешная разборка, может быть, пригодилась. 150 тысяч стоит. У нас не хватает очков судьбы. Вот, поэтому... Поэтому. Кажется, мы ничего не можем здесь скрафтить и улучшить. Да и, в общем-то, особо я не пользуюсь. Можно пройти все это без улучшения кузницы. Кто любит кузничить, тот давайте вперед. Мы с вами идем на следующее задание. 937. О, комната спасения. Ведущий Альфа-Легиона. Агент, действующий под прикрытием, активировал аварийный маяк. Когда его окружили враги, вместе с группой ничего не подозревающих, целевших. Агент скрывается. За защитной дверью. Проведите спасательную операцию. Эвакуируйте агента, не раскрыв его легенду. Приказ найти и эвакуировать выживших. Дисанник хаоса угроза. Культикс хаоса. Стационарное орудие. Техника хаоса. Демон хаоса. Вип прячется бронированной дверью, но враг пытается войти. Ваша задача добраться до него вовремя, а затем спроводить его в безопасное место. Доберитесь до вип цели, пока не стало поздно. Я помню, у нас была с Майном такая же задача. И закончилась она весьма хреново. Давно я уже випов не спасал. Закончилась она тем, что Майн пытался этого випа вытащить. Вип побежал и сдох. И задача у нас была провалена. Вот такое вот задание. То есть мы даже можем до него добраться, а потом он побежит и сдохнет. И мы проиграем эту миссию. Но риск большой, кстати, есть. Потому что минус 36% к уносимому урону, 57% к получаемому. Но зато получим очков судьбы. 13. Слава 24. Какие-то каллигария очков. Ранга. И такая довольно интересная карта. Ну что, попробуем? Может быть. Тем более у нас витя демодж повышенный на 50%. Главное его еще оставить. Очень вовремя, кстати, штука выпала. Потому что реально на следующую миссию это очень сильно пригодится. Ну, значит, мы как раз и начнем с основной задачи в следующем эпизоде. То есть будем уже искать этого Флавия Дракена. Этот демодж нам здорово поможет. ТАКТИКАЛЬ НЕРОСФЕРИК НЕТВОРК ОНЛАЙНО. Таргет был баррикаден behind a security door to avoid immediate extermination by hostiles. The door will be breached within a few Terran minutes. Violent intervention required to retrieve the subject alive. Сейчас. Приведем випа в точку эвакуации. О, да, такой дамаг. Это по-нашему. На пульку буквально и мелкого нет. Если точно попасть. Тут, наверное, мультимель-то будет еще более шикарно. Но то задание, которое мы будем с вами проходить с этим Флавием Дракеном, там такого геморроя не будет. Это будет наш, считайте, уровень прокачки рейтинга силы плюс 50% баф по урону. Должны пройти. Но, кстати, просто все равно не будет. О, опять красный. Колдун-варп-мастер. Ну что, давай, варп-мастер. Это тебе никак в прошлой миссии, так не получится больше. Потому что я дамажу. Сильнее. Вот, мастер. Оборзел. Сейчас еще взорвется, наверное, да? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мы тут чуть-чуть на минах сами не подорвались. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Огнеметные турили. Проблема. Убираем их. Так, куда? Направо? Налево? Здесь у нас, может быть, какой-нибудь сундук есть? Ну да, там есть заряды инокулятора. А, нет, это... Это не инокулятор, это у нас заряды для щита. Это газ-атэк. Возвращение снова. Виоленция решает каждый вопрос. Можешь, нечленный! Но с таким дэмэджем они уничтожаются легко, то есть превышение уровня практически не чувствуется. Уровень, считайте, на 150 выше, чем наш. По арестингу силы. Но только, собственно, тот урон, который я получаю, ощущается. По наносимому урону дискомфорта особого нет. Быстро идем к ВИПу. Вот у нас медикаменты, а что он их не открывает? А вот открыл, все нормально. Думал, что там ситуация такая же, как с сундуком у нас была. В первом бою, в первой миссии. Альпачи разбирается вообще за пару залпов. Ну да, по мне, конечно, дэмэдж крайне серьезный и неприятный. Более того, постоянно спиливает. Их огонь с нас морален, Квизитор не хочет драться, а хочет быстрее закончить этот левел. Естественно, победой. Но так может сделать только Бигдог, который одним своим грозным видом и движением могучего хвоста создает ударную волну, подобную взрыву. Сто мегатонной ядерной бомбы. Квизитор на такое, к сожалению, пока не способен. Хотя он тоже ученик Бигдога в броне. Часово, тоже турельки расставляет. Эту броню разрабатывал сам Бигдог. Прямо персонально участвовал в ее изготовлении. Подобную карту, кстати, в первый раз вижу. Генератор такую сварганил впервые. Чем-то похоже на... Адептус Мехэникус мира. И ВИП, скорее всего, будет... ...соответствующий. Так, перегрев. Понятно все. Шо ж ты все подавлен-то? А мы, кстати, почти добрались, между прочим. А тащить его придется, скорее всего, сюда. И мне, блин, вот это было бы следовать. Но мы сначала его доведем, наверное, потом вернемся. Я вот не помню, с этими ВИПами сразу заканчивается задание. Да нет, наверное, время дадут все равно на... ...то, чтобы всю карту проверить. Мне надо максимально шмот найти. Пока че-то шмота никакого и не вывалилась, ни с кого особо. Какая-то ересь. Намедленный. Сломленный. А там еще и... ...командир. Командир Альфа-Легиона. Ой-ой-ой. Нельзя недооценивать их по дамагу. Не забывать. О, мина дистанционной установки. Фиолетовая, но... Да, главное, чтобы он теперь не сдох. Мы его освободить-то освободим, а потом-то че? Потом он радостно побежит и добросит ласта. И мы увидим табличку задания провален. Вот это будет, конечно, неизвестно. А, нет, это какой-то гвардеец. Ну, че-то здесь какой-то у нас есть алтарь на скорость, по-моему. Так. Повышает уменьшение. А, уменьшение урона на 20% повышает. Это хорошо. Ну шо, побежали. Куда его доставлять-то? А, нет, не в главный зал. А вот в это вот ответвление. Чувак, главное, не беги вперед. Не строй из себя героя. Мы сейчас тут все, так сказать, меня порешим. Главное, не мешайся, понимаете? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди, а это он там колдует, что ли? Нихера себе, какие-то гвардейцы. А, нет, гвардеец это был телохранитель. Там псайкер, я думаю. Гвардеец колдует. Вовсю. Это тема. Давай-давай, колдуй. Все-таки вип это псайкер, а не гвардеец. Не гвардеец-командир. Давай-давай, чувак. Вроде умный вип, не лезет вперед. Молодец. Сколдует сзади, кастует. Просто вип мечты. О, он даже шиты ставит. Ну, вообще красава. Только главное, не вылезти из-под него. Не люблю задания, где ты зависишь не от своих действий, а от действий кого-то другого. Особенно, когда компа. Действий. Ну, че, мы его почти доставили. Вроде здесь больше никого нет. Нормальный вид был. А, нет, вон еще кто-то есть. Ёкарный матрас, там их сколько. Так, щит, щит. Это мелочь. У тебя мелочь его может и забить, наверное. Все, что ли? Да, сколько у вас тут народилось-то? Так, ничего здесь нету, вип, давай, иди сюда быстрее. Так, кто тебя сдавать-то? Сдавайся. Ну и... Красавица. Вип, я имею ввиду. А вот с майном у нас миссия тогда закончилась весьма печально. Вип сдох, и задача была просто-напросто провалена. Хотя мы спокойно ее... Воу-воу-воу-воу. Хотя мы ее спокойно выполняли сами по себе. Иди мы нахер отсюда. Большое отродье, это хорошо. Большое отродье, это наша тема. Там из него может вывлиться что-то интересное. Большое отродье огромное. Тихо, тихо, тихо. Главное, сдохнуть еще. Конец. У нас, благо, есть эвакулятор есть. Щиты. Главное, разобраться с его стражниками. С его друганами. Само отродье проблемы не представляет особо. Ну хотя как, не представляет. 12 тысяч хп. Надо еще снять. С этим плеваниями. Много хп-то можешь снять. Медленно мы. Пошу плеваться, не доплюнешь. Наглый. Что-то мне это дело не очень-то нравится. Ну-ка, я буду пострелять. Болтон неплохо по органике. Без брони фигачит его. Давай-давай, старайся, старайся. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, сдох. Здесь плюс был еще сундук. Но из него ничего путного не вывалилось, насколько я понял. гранатомет короче такси хавчик для нашего инквизитора не очень хорошая почему за нами не пошла они пошли телохранители а випы могли бы помочь в любом случае была победа победа это хорошо сигнал хуже в основном какой-то трешей добираема к сожалению до 35 уровня если следующую миссию выполним на максимуме с большим натягом может быть нам хватит с очень больше до 35 ранга это была быстрая миссия 919 секунд 201 40 уничтожено 70 арда 120 обычных 17 поборных элит 4 оборудование тиреш мина дистанционной установки но тоже нужно это дело щит 71 уровень мы можем скрафтить все вряд ли что-то более серьезная коричный пустотный щит 70 73 но может быть кстати и получится выше раз 72 на 1 лучше не забыть забрать длительность периодического урона плюс 54 варбурон 93 для обсайкера больше главные очки здоровья в секунду 5 и 2 он дает щит на со второй ячейки меняем 898 в общем то и все что мы поимели с этой миссии ну да от мин дистанционной установки есть качество плюс 2 даже не меняется резинк силы вообще никак так подожди то есть как бы 898 так и есть 898 но с таким уроном я думаю что мы сможем выполнить нам всего 12 не хватает думаю что сможем то есть на полтинник выше урон нужно брать броня обязательно будет с турелями попробую изготовить а скорее всего она будет хуже чем наши есть даже не скорее всего почти 100 процентов то есть 7 до минус 3 но без нее там будет очень туго то есть на одну миссию можно взять купить такую там по-моему более более хренов ски и брони нанечко там уже и синие с 10 рейтинг вообще дерьмо так это мы все добро продаем сразу соответственно тоже все продаем мину мы пока оставим броню мы пока наденем я ее продал случайно хотел надеть и продал ну ладно пора уже завершать серия ладача сделаем может быть это получится и лучше потому что ранг такой средненький выпал тиралфан немного требует 107 так 32 урон ближнем бою 35 к сопротивлением сопротивлением варпу 35 но я бы сказал что она будет хуже чем было ну ладно придется применять значит у которой мы сделали изначально то есть вот это вот 107 на 2 падает рейтинг сила выглядит она не очень такая же примерно надо перекрасить будет такая стандартная бронька броня часового 60 фпс изображение такое ощущение что плывет когда его разворачиваю хотя показывает ровно 60 кадров так бронем продадим тоже за 2000 рублей нормально короче скрафтили за 3 продали за 2 просто экономика но турки мне нужны то есть я потом сниму естественно после этой миссии но пока что и продам но на одну я и возьму обязательно ракете слишком долго перезаряжается для тех задач перед нами стоят перекрасим я честно говоря не помню какие у меня были сейчас посмотрим кстати говоря на болт или 24 почему здесь стоит а я вообще его перекрашивал ли по моему я кстати не перекрашен тоже болтган это что мы с неперекрашенным болтганом бегали? да это вообще непорядок да это вообще непорядок что-то там было 5075 по моему материальная смесь что-то в этом духе да первый был по моему черный а второй был красный материал вот такой вот да так то было что здесь вообще все желтый становится не такое нам не надо мне кажется такой цвет даже лучше за 5000 при подобном качестве материала так ну и болтган давайте перекрасим тоже 5075 основной черный а не стоп черный это красный основной у нас будет черный совсем черный он не перекрашивается какой-то темно-серый но это по цвет брони так бы он выглядел золотой более-менее нормально вот все правильно красим ну и все в следующем эпизоде начнем уже непосредственно с этого флавия дракена я думаю что в этой броне мы справимся и спасем этот мир не хватает нам 14 теперь до этой до рейтинга силы этой миссии но в целом пофигу так как у нас 50 процентов дэмэджа есть и мы там накидаем в концовке турели я думаю что нам это поможет плюс там еще можно будет турку взять по-моему там можно мина еще будет поставить ну короче посмотрим да и вы посмотрите почему так долго оттягивали эту миссию надеюсь что мы ее одолеем если не одолеем то мы потратим полчаса пока доберемся до этого флавия дракена зря надеюсь что это вам понравилось если не забывайте поставить лайк подписывайтесь на мой канал на основной и на дополнительный вступайте в нашу группу вконтакте и оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец всем удачи на новых встреч пока 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 не